приветик у нас новый влог я в таком огородном прикидоне больно себя снимать не буду наверное это что-то как-то совсем так себе вот мы сегодня опять гуляем сегодня школа сони художка и она после школы пришла мы ее уже отвезли она в общем у меня какая-то сопливая горло немножко побаливает но художка пошла чувствует себя хорошо ну в общем вечером будем смотреть с утра сегодня в чате у нас написал человек 6 или 7 что заболели не придут вот такие вот дела весна все хотят раздеться скорее вчера солнышко же такое светило ребята у нас соседи бегали в кофточках вообще прям и футболочках вот и я как-то детям думаю нет сильно еще рано раздеваться и все равно вот соня сопливая короче вот так вот как-то весна пришла в общем я чуть подстелила ну не на в памперсе и в одежках хороших поэтому в принципе не должно быть у нас сапог только потеряла скажи в коляске потеряла сапог надо одеть это я только что посадила сейчас одену а как все интересно травка да все потрогать ручками земелька я помню колечка маленький так совсем недавно садился сидел и все трогал а потом уползать встал даже пока еще не ходил в общем милаши чувства тоже будет сейчас ползать по всем огороду ты еще пил молоко был маленький да все ты помнишь да мой ты какой хитрюлин ты куда-то уехал в сторону чего быстро быстро до а ? да милашу будем сегодня катать как вчера кач 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 вот она взяла развернулась да скажи и опять собожок свой сняла надо в общем что-то другое и нормальную обувку уже одевать, да, кисенька? Да? Красотка. Ну и всё, красотка уже тут разворачивается по-всякому. Скажи, сейчас поползу, да, скажи. Сейчас побегу, поползу, скажи, буду убегать. На ножках она ходит ещё не уверена, поэтому на улице, конечно, она пока ещё топать не только за ручки будет, а так нет. Ну, уже всё тепло стало, грязюки у нас такой уже возле дома сильной нету, надо уже нормальную обувочку, и можно быть с ней за ручки ходить. Да, красотка. Коль, ты там закрутился, да? Ты как лето, бабочка летаешь. Ужил, ужил, да? Красавчик, уже дети тут бабочек ловили вовсю, да? Вчера солнышко было. Красота. Сегодня солнышка нет, но... Да, нету сегодня солнышка, но тепло тоже. Очень даже хорошо. Ну, в общем, надо потихонечку привозить огородик в порядок. Да, потому что здесь, конечно, у меня всё вон в траве, в какой-то нить неубранной, получается, от зелени трава с семенами была, в общем, от этих яичных лоточков. Ну, это всё перегниёт, это надо просто туда, в землю убрать, в картоночке. Вот. Так-то вот эти грядки, где морковка росла, всякая морковка, репка, они нормальные, их только чуть подрыхлить, подровнять и всё. Здесь, получается, тоже трава такая, как мульча лежала. Кукурузины сами я убрала, ветки, получается, в земле, которые росли. То есть здесь тоже, в принципе, прибрать. И я не думаю, что здесь прям какие-то сорняки сильные были. Так вот чуть-чуть, где зелень, вот они, чуть-чуть есть, но это надо тоже поубирать всё получается. Вот. Вот эти грядки. Тут уже чёрный материал, получается, конечно, у меня порвался. Да, сынок, сейчас ещё качну тебя. Вот. И то я, наверное, не буду его перестилать, иначе я его вообще весь порву. И оставлю на этих местах. Только посажу немножко по-другому. С этой стороны, с краю кабачки. Здесь росла у меня что-то капуста, физалис. А, кабачки росли вот здесь. Вот здесь я посажу кабачки, грядку целую. А здесь, получается, не знаю, что-нибудь другое. Может быть, ту же капусту какую-то воткну, наоборот. Поменяю местами их, в общем. Вот. А тебя буду качать, да? Ну, детки, если честно, не очень-то дают работать. Милаша у нас вообще капризулька. Я и тут даже мультики включала на телефоне, чтобы хоть что-то сделать на огороде. Коля тоже, когда без компании. Вот. Не быстро-быстро ему. Не так ещё и качаешь его, не так ему. Вот. Коля тоже без компании. Маминого внимания требует. То качать на качельках его, то ещё что-то. Вот. То есть, просто так он сам по себе не очень-то сейчас играет. Любит, когда с ума не гуляет, когда ребят соседские, тогда весело. И вот она, девочка, уже уползла. Пойду поправлять её, красотка. Нашла погремушку. Вот. Что для счастья надо ребёнка, а? Что для счастья надо, глянь? Красотка ты, ох ты, господи. Такая довольная. Вот, скажи, игрушка, музыкальный инструмент. Сидит уже пять минут, так точно, без передыху. Играется, скажи. Понравилось как, да? О, барабанчик юный. Красота. Мама, мы уехали. Развлекаловка. Милашка, тебе нравится? Стой-ка, стой-ка, стой. Подожди, не надо в сеточку. Коля, Коля, аккуратно. Смотри, у неё дверочка может быть. И тебе как раз будет дверка для гаража. Блин, как она тут делась? Вот так. Оп. Выходите. Машинки сюда могут заезжать как раз. Классно? Да, че-че-че. Угу. Че, ты тоже хочешь поместиться в коробочку, да? Да. Че, помещаешься? Да. Вот, скажи, какая игрушка. Круто. Коля в коробке. Я помещаюсь. Помещаешься, да? Да. Ай, вы и хорошие детки. Новые выдумчики. Я не пашу, я маленький. Да, маленький. А я думала, ты не поместишься. Видишь, коробочка. Милаш идёт к тебе, говорит, я тоже хочу Коли. Прикольно открывалка получилась, да? Ну что же, моя хорошая, припрягла я всё-таки супруга, чтобы он мне вот этот кусочек земли скопал. Вскопал в смысле вилами, потому что здесь пырей, здесь очень такие плохие сорняки, которые не надо измельчать корешочки им. Их нужно выковыривать просто так. В общем, вилами он мне эту часть земли обработал. Хочется мне её держать обработанную. Возможно, сюда, я думаю, даже посажу картошку. Потому что у нас осталась картошка, которую мы покупали на еду с проростками. И выкидывать её жалко, на еду она уже не очень-то годится. А картошка довольно хороший сорт. Нам он понравился и хранится он вполне себе хорошо. Единственное, что он рос вроде как на черноземье. У нас, конечно, не чернозём совсем. Вот у нас и потеплело всё. Это у нас игрушка в варежке. Не обращайте внимания, Соня тут цветочками украшает. На другой варежке прицеплена погремушечка милашки. В общем, пришло тепло, хочется всё сажать. Я так ждала, ждала. А заняться-то этим и некогда. Вот так вот с маленькими детками, конечно, так оно и получается, что делаешь всё урывками, паучки по мне ползают. А Соня вчера мне из головы паука какого-то достала. Вчера я пообрезала немножко кусты, смородину попрореживала. До крыжовника только не добралась, потому что он очень колючий. Нужно прямо в перчатках, чем-то таким. И, наверное, у мамы попрошу сучкорез. У неё есть с длинными ручками. Им будет гораздо удобнее обрезать. И поросли от сливы я тоже не пообрезала. Она очень толстая. Вот остальное по чиколу, что надо было мне пообрезать. Вот. То есть так по чуть-чуть что-то делаю, конечно. Но хочется прямо так выйти. День бы мне, да, типа, работать. Думаю, что только бы дело села сделать. В общем, в итоге получается кусочками малюсенькими. Так что у нас будет новая рубрика. Огород с детьми. Посмотрим, успеется ли что-то вообще у меня посадить, чтобы что-то выросло, поухаживать за этим. Будем вам показывать, в общем, как это всё будет происходить. Потому что заниматься-то этим хочется. Но, с другой стороны, я приоритет всё равно, конечно, расставляю по-своему. И у меня на первом месте детки, семья. Потом уже в порядке огороды и всё прочее. Поэтому будем смотреть и сходить из этого, как у меня будет что-то получаться. Я уже тоже себе, знаете, как думала, ну, что-то даже полить. У меня бывают проблемы по прошлым годам, что я даже поливать не успевала иногда. Там кто-то, если заболел или что-то. С другой стороны, думаю, господи, можно же детей уложить спать и пойти в темноте полить что-то. Единственное, что таскать лейки очень сильно напрягает. У меня спина немножко такая побаливает. Сколиоз есть. И я очень слёзно прошу мужа, в общем, подумать над тем, чтобы купить насос. Чтобы можно было в бочку, в прогретую воду бросить насос и поливать из шланга. Тёплой водой. Все совершенно культуры можно поливать. Но, в общем, по этому поводу мы с ним подумаем ещё. Конечно, это затратно, потому что это как минимум 3 с чем-то тысячи выйдет. Даже какой-то немощный насос. И сколько он прослужит, неизвестно. То есть как-то надо заняться этим делом, отзывы смотреть. Но, в общем, будем как-то думать по этому поводу. А так, конечно, друзья, начала пропадать у меня вот между видео последними, предпоследними. Такие большие промежутки были. Милашка хочет цветочек достать. Такие были большие промежутки, потому что я просто не успевала монтировать. Я вроде снимаю что-то. У меня есть материал, из которого можно составить влог. Классный влог, интересный. Что-то я рассказываю, где-то деток показываю. Но, получается, мне некогда монтировать даже так, сесть. Где-то надо озвучить, где-то без звука видео. Где что, и получается, что просто некогда. Вот. Милаша пробует на вкус цветочки. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Даю деткам маленьким зелень уже с огорода свою кушать. Лучок там, всякий чевелёк. Вот. Это нормально. Вот. Как вы к этому относитесь, не знаю. Но у каждого своё мнение по этому поводу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok